Приветствую всех любителей фигурного катания. Путь каждого спортсмена неповторим. История фигуристки Анны Щербаковой поразительна. Травмы, болезни, сплошные преодоления, но любовь к фигурному катанию победила. Анна родилась 28 марта 2004 года. У нее две сестры, старшая и младшая. Именно благодаря старшей сестре Анне и попала на каток. В три с половиной года она пришла вместе с сестрой Инной на тренировку в детско-юношескую спортивную школу на катке «Хрустальный». Оттуда и началась ее чемпионская история. В тот момент это было отдельным учреждением, уже после прихода Щербаковой каток вошел в систему Центра Самбо-70. Дебютным турниром для Анни стало открытое первенство на призы президента Федерации фигурного катания на коньках города Москвы 2012 года. На них фигуристка стала 22-й из 29 спортсменок. Кэтери Тутберидзе будущая чемпионка мира перешла в ноябре 2013 года. Вот что вспоминает Анна. Когда мне было девять, решили, что пора определяться, это останется как хобби или попробуем заниматься профессионально. И тогда решили попробовать перейти в группу Кэтери Георгиевне, она занималась на том же катке. У нее тогда каталась Юлия Лепницкая, и мы, когда у нас тренировки были после них, выходили из раздевалок, подглядывали, как они тренируются. Мне тогда казалось, что это какой-то недосягаемый уровень. И когда родители сказали, что мы попробуем к ней перейти, я почему-то даже не поверила в это изначально. Но меня взяли в группу. Первое время было очень тяжело, я прыгала только двойные прыжки, очень долго мне не давались тройные. В этот момент я немного застопорилась, все ровесницы уже прыгали их, а я — нет. Это был тяжелый момент, но потом как-то резко запрыгала все и сразу. Получить свои первые медали Ане удалось в 2015 году на мемориале Станислава Жука. Она выиграла серебро, опередив на несколько сотых балла Александру Трусову. В этом же году на турнире хрустальный конек Щербакова завоевала бронзу. Следующие два сезона Анна набирает скорость, уверенно выступает на внутренних стартах и получает медали разной значимости. Уже через несколько лет Анна и ее катания станут недосягаемым уровнем, равняться на который будут остальные фигуристки, мечтающие о таком успехе. После перехода Ане в группу Катери Тутберидзе успехи не заставили себя ждать, в сезоне 2015-2016 Ане становилась бронзовым призером на трех турнирах, благодаря чему прошла отбор на первенство страны. На последнем из этих турниров Щербакова победила в старшей возрастной группе. На следующий год Анна не остановилась и штурмовала турнирные таблицы. Выступления на этапах Кубка России осенью 2016 года в Самаре и Перми стали для нее победными. Анна каталась уже по разряду кандидата в мастера спорта. Щербакова начала работать над тулупом в четыре оборота и над каскадом четверной тулуп, тройной тулуп, на изучении которого летом 2017 года Анна неудачно упала на тренировки и сломала ногу. Полтора месяца фигуристка провела в гипсе. Это было трудное время, Аня увидала без любимого занятия, и даже родители сомневались, что она вернется на лед. В итоге ее выход на юниорский уровень смазался, так как лечение и восстановление длилось около полугода. Карьеру, оказавшуюся на грани краха, удалось спасти благодаря беззаветной любви Ани к фигурному катанию и поддержке Тутберидзе. Вот что о том времени сказала Анна. После травмы было тяжело тренироваться и исполнять прыжки. Меня поддерживала семья, тренеры звонили из федерации, узнавали как я. Это было очень приятно, не было ощущения, что я одна, фигурное катание для меня, образ жизни. Не могу представить, что бы было, если бы я не каталась. Каждый мой день связан с этим видом спорта. Никогда не возникало мысли бросить его, даже во время травмы. Ни разу не думала, что это мне не надо или что я не нужна. Тренироваться спортсменка начала в октябре 2017 года. Она не только вернула себе утраченные позиции, но и разучила более сложные четверные прыжки. В следующем сезоне Анна выиграла два этапа юниорской серии Гран-при в Словакии и Канаде. Щербакова отобралась в финал чемпионской серии, но выступила там неудачно, упала исполняя четверной лупц, и в итоге стала только пятой. Вскоре состоялся чемпионат страны по фигурному катанию. Тогда, после короткой программы Анни была на шестом месте, но благодаря идеально исполненной произвольной программе Щербакова завоевала титул чемпионки России. Золотая медаль ждала ее и в Сараево, где проходил Олимпийский фестиваль среди юниоров. А в марте 2019 года Анна Щербакова стала обладательницей серебряной награды чемпионата мира среди юниоров. Сезон 2019-2020 стал первым для Анни на взрослом уровне. Дебютным стало выступление осенью 2019 года на турнире серии «Челленджер», проходившем в Италии. Откатывая программу, Щербакова допустила несколько помарок, из-за чего оказалась на третьем месте. Первую и вторую ступеньку пьедестала заняли кореянка Юйон и россиянка Елизавета Туктамышева. Уже через месяц она блестяще выступила в Лас-Вегасе на Гран-Приз Кейт Эмерика, где стала рекордсменкой. Произвольная программа «Жар птица», с которым фигуристка выступала в том сезоне, запомнился зрителям не только великолепным исполнением, но и эффектным костюмом Анны, который во время выступления неожиданно менял цвет. На стыке двух композиций Анна делает вращение, на выходе из которого цвет костюма с синего меняется на красный. Даже спустя несколько стартов этот момент вызывал шквал аплодисментов. Это была задумка тренера Этери Тутберидзе, которую молодая фигуристка с удовольствием поддержала. В конце декабря фигуристка защитила свой титул чемпионки России и тем самым отобралась на главные международные старты сезона. На чемпионате Европы Анна уступила только Алене Косторной. Весь год Анна Щербакова, Алена Косторная, Александра Трусова готовились к важному спортивному событию, чемпионату мира в Канаде, который должен был состояться весной 2020 года. Однако, соревнования были отменены в связи с пандемией. Сезон 2020-2021 стал для Анны Щербаковой самым успешным в плане карьеры, но в то же время очень сложным в связи с проблемами со здоровьем. Ее подруги по команде, Александра Трусова, а затем Алена Косторная в межсезонье перешли от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Тогда Хрустальный сделал главный акцент на Ане. Но осенью у Ани диагностировали пневмонию, которая не только выбила спортсменку из тренировочного процесса в разгар сезона, но и дала осложнения. У фигуристки постоянно была повышенная температура. Но несмотря на эти сложности Аня не проиграла ни одного старта. Спортсменка выиграла два этапа Кубка России. В декабре совершила еще один подвиг, став трехкратной чемпионкой России с рекордом, хотя родители и тренеры, включая Тутберидзе, уговаривали фигуристку сняться с турнира так как та еще не восстановилась от пневмонии. Но Анна пресекла все уговоры и с двумя четверными прыжками одержала восхитительную победу. В марте она отправилась на чемпионат мира в Стокгольм и вновь взяла золото. На завершившемся недавно командном чемпионате мира, она снова шикарно откатала, выиграв короткую и произвольную программу и привезла с собой медали высшего достоинства. До болезни Аня исполняла два и даже три четверных прыжка в произвольной программе, но на данный момент фигуристка выступает с одним прыжком в четыре оборота. Сразу после завершения командного турнира в Японии хореограф Даниил Глейхингаус вместе с Аней заявили, что в олимпийском сезоне выступать с одним четверным прыжком недопустимо. Было решено к следующему сезону включить в программу два, а возможно и три четверных прыжка. Вот такой непростой путь прошла наша чемпионка, несмотря на все трудности. Пусть прокаты Анны всегда будут уверенными, техничными, красивыми, а главное победными. Спасибо, что посмотрели этот ролик, подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки. До новых встреч.